здравствуйте друзья рад вас приветствовать у себя на сайте у себя на видеоблоге виктан.инфо и сегодня январь месяц я на море гуляю красная погода люди купались и у нас сегодня душа раздирающая душещипательная тема это гадание предсказания все что я не ребят я вам сразу скажу высказываю всегда свою субъективную точку зрения так я надеюсь не будет задувать я буду высказывать свою точку зрения по поводу гаданий предсказаний и так далее и тому подобное пускай меня некоторые там тарологи скажем так гадалки предсказатели немножко простят ну думаю что многие есть и согласятся со мной значит как я вижу эту всю ситуацию что гадалки тарологи в принципе делится на две категории извините за такое сравнение но одни считывают они считывают информацию с скорее всего сына информационного поля акаши это я считаю акаши дает на любой на любой вопрос ответ скажем так немножко шуточная и из этого поля считываются желания то есть желаемое но никак не судьбоносная и 2 2 категория это те которые а предназначение нельзя сказать чтобы судьбу знаете ну каждый человек приходит с определенным предназначением я вот не знаю может сейчас я еще сделаю видео о карме почему потому что в принципе уже давным-давно пора в группах контакте именно вопрос о карме был первым вопросом которые люди просили осветить больше всего там был опрос такой и победила скажем так карма и так значит 2 2 уровень и предсказания это те которые считывают судьбоносную скажем так информацию так вот люди приходящие гадалкам предсказателям больше всего в восторге от предсказателей те которые считают желания почему потому что приходит такая некая девочка и говорит ой 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 она ничего не я же ничего не сказала она сказала она сказала что я люблю петю но оказалось ей только что исполнилось 22 года девушку зовут муна сваты пришли к ней в дом и показали фотографию мыслая одного взгляда на снимок муне оказалось достаточно чтобы понять это ее судьба и гигантская разница в возрасте не помеха я сразу поняла этот мужчина станет моим мужем его фотография она как магнит была притягивала и это был знак я очень счастлива что боги послали мне этого человека что я хочу красную кофточку что я там хочу на мальдивы а мне предлагают египет ужас она все зна она все считала что я с машкой поругалась все почему она считала потому что у нас люди купаются опять девочки и самое интересное что девочки купаются вообще какая прелесть я тут сижу вот и в куртке красивые девочки купаются красавицы значит это считала с уровня желаний и она получила информацию сказала но это не значит что эта информация будет сбываться в жизни от таких первое время больше всего там в восторге говорят вау она в десятку попала она сказала то что вообще знать не могла такое предсказала вау 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 а вторых они не очень в восторге потому что вторые считают не уровень желания они считают именно судьбоносную информацию то есть с каким рюкзаком внимание не грехов а долгов человек пришел и в таком случае там может быть не очень приятный такой прогноз в плане того что человек хочет услышать то что он хочет услышать а ему говорят а не от этого не может быть к примеру он говорит я пойду на экономическое там достигну или пойду в политику он говорит нет политики ничего не достигнешь почему почему так происходит потому что если наверно придется сейчас снять вопрос о карме каждый человек приходит с определенным инструментом то есть багажом инструмента предназначение то есть один приходит к примеру у него нотная тетрадь и музыкальные ключи другой приходит там допустим со скальпелем с бинтами и со шприцами третий приходит с набором головок каких-то ключей слесарных инструментов и он чинит машины да кто-то приходит с пером и с бумагой ну понятно что это писатель ну и вот вот скажите как хирург может стать политиком в принципе хирург еще ну я примером говорю политиком может особенно в нашей стране я так понял может стать абсолютно любой человек главное не иметь образование да образование оказывается не надо чтобы в нашей стране не надо чтобы стать политиком в образовании ладно это другая тема да ты же да другие предсказатели могут считывать судьбоносную информацию то есть просмотреть тот инструмент тот рюкзак с которым пришел человек да если в том рюкзаке он не найдет нужного инструмента он может так и сказать слушай ты туда не ходи да ты сюда ходи и человек остается как бы недоволен и уходит так ерунда что наговорила или наговорил какую-то ахинею по этой причине я не люблю предсказывать не люблю да вообще я не гадаю я просматриваю на фантоме информацию та которая мне нужна и не более того теперь давайте пойдем дальше давайте представим такую ситуацию молоденькая красивая девочки сказать что она умрет в 90 лет красивая здоровая у нее будет двое душ детей мальчики девочка красивый один любящий муж она будет всегда в теле обеспеченная жизнерадостная симпатяшка ну и в кого такая девочка к примеру 25-летняя превратится с 90% вероятностью извините за выражение ну в жирную такую старую корову которая будет лежать на диване а че шпариться то в принципе все предначертано да судьбой все какой фитнес зал какой качать попу чем выше попа тем моложе девочка да зачем зачем ё-моё судьба виновата гадалка виновата шо это она сволочь нагадала блин где богатство вообще а где тут муж любящий где эти двое душ детей она вообще может не выйти замуж потому что расслабить булки она будет лежать на кровати ну и как тогда предсказание помогло или не помогло представьте себе мы делаем несколько шагов и стоим все время на развилке все время на развилке которые вы можете пойти прямо повернуть налево и повернуть направо уже не говоря по косым как-то пройти да откройте к примеру карту гугла и там на карте гугла выберите то место там где вы проживаете и вот та точка в которую вы выбрали вы идете и к примеру доходите до invasive находится до молодой развилки раз и поворачивается стрима вы идёте по этой дороге а с этой дороги ещё идёт развилка налево потом идёт направо потом идёт прямо потом идёт вообще пересекающая линия и т.д. и т.п. кто-то раз и доходит до океана хоп тупик грубо говоря кто-то раз и доходит до тундры хоп тупик и получается человека OK дошедший депут Simone А он поворачивает туда, а он поворачивает обратно. То же самое, по сути, происходит и в жизни. Почему? Потому что человек все время делает некий выбор. Ведь никто же не запретит, допустим, какому-то человеку подняться на 16 этаж и сигануть с крыши. Ну, а о какой дальнейшей жизни может идти речь. Ну, конечно, делать этого не надо категорически. Я к чему веду? К тому, что когда вы пришли к предсказателю, вы можете находиться на этом перекрестке. И когда вы повернули голову направо, то исследователь может догадаться, что вы хотите пойти направо. И этот предсказатель будет вам рассказывать, что находится с правой стороны. Если вы пойдете там направо, что вас ждет в жизни и так далее и тому подобное. А вы вышли и говорите, фу, хрень, фу, не пойду направо, пойду налево. Хлоп, пошли налево. А там, а там все по-другому. Там ничего из того, что сказал предсказатель, нет у этого. Ну, кто виноват? Виноват тот, кто не пошел направо, пошел налево. Хотя налево никогда не подводило. Ха-ха-ха, шичу. Или виноват сам предсказатель. Понимаете, что он сказал, именно исходя туда, куда был направлен взгляд обращающегося к нему. Ну, кого будем винить? Поэтому мы можем говорить только о предсказаниях со стороны какого-то определенного, даже не промежутка времени, а определенного взгляда. Почему меряется временем? Да потому что через время взгляды меняются. То есть сначала хочется его, потом хочется кисленького, потом сладенького, потом сладенькое. Оно вредно оказывается для здоровья, а хочется солененького. А когда хочется соленкого, понимаешься, все, милая, ты уже залетела. Уже, ха-ха-ха, уже тошнит. Так вот, время, беременно это временно, да, время формирует наши взгляды, мысли, желания и так далее и тому подобное. Я вам скажу честно, я сейчас думаю совершенно по-другому, чем думал в 20 лет. Да, при чем тут 20 лет? Я сейчас думаю по-другому, чем я думал в 35-40 лет. Мне кажется, что думаю лучше. Я так думаю. Так вот, к чему я? К тому, что предсказания, они не могут быть совершенны и иметь панацею. То есть это не факт, что они будут сбываться. Но предсказания имеют как положительный, так и негативный эффект. То есть, к примеру, если человек четко поверил в свое предсказание, то работает как и его мысли-форма, его работает визуализация, так и эффект плацебо в том числе. То есть, и поверье в ваше воздастся вам. Если вы поверили в предсказателя, почему иногда срабатывает уровень желания? По одной простой причине. Вы поверили в предсказателя, что она все, блин, она все так четко сказала. Она не могла об этом знать, и она сказала. Вау, она самая крутая. Значит, то, что она сказала, это должно определенно сбыться. Ну, по-другому же быть как бы не может. Поэтому человек начинает верить в эти предсказания и формирует что? Формирует свои взгляды, свои мысли, свои мысли-формы, которые он оплачивает энергетически. И это начинает происходить в его жизни. Хорошо, если эти предсказания были позитивные. А если были негативные. И существует третья группа лиц. Я не могу сказать предсказателей, но это третья группа лиц. Которые мошенническим образом вымогают деньги. Типа предсказатели, гадалки и так далее и тому подобное. Также следует помнить, что есть закрытая информация человека. Когда человеку вообще не надо ничего либо знать. Я часто люблю употреблять, что многие считывают информацию с поля Акаши. Акаши это некое такое поле, которое дает абсолютно любые ответы. А вот правильно, абсолютно любые ответы на абсолютно любые вопросы. Но на самом деле остается лишь загадкой, правдивые ли они. Я не люблю работать в поле Акаши, хотя у меня есть формула входа. Многие даже не понимают, что это такое. Ну, ключ входа в это поле. Я люблю работать в поле другом, информационном. Но мое поле максимум может дать 6 ответов на 10 вопросов. А Акаши может дать 15 ответов на 10 вопросов. То есть для Акаши это вообще не вопрос. Оно отвечает на любые вопросы, да еще и дает несколько ответов. Да. Так вот, возвращаемся к предсказателям. Предсказатели, которые говорят о судьбоносных каких-то вариантах. То есть они могут просматривать рюкзак, но вы ими, как правило, не особо довольны. Рюкзак тех инструментов, с которыми вы приходите. То есть свое предназначение, ваш уровень долгов, энергетики и так далее и тому подобное. Но это как раз абсолютно может не совпадать с вашим ожидаемым результатом. Вот так можно сказать. Каждый человек вообще-то все равно хочет услышать то, что он хочет услышать, а не то, что нужно. Читая комментарии на ютубе, так я вообще не выдаюсь. Люди вроде как бы сказал такую серьезную вещь, ну так между строк. Я серьезные вещи в основном говорю, честно говоря, между строк. И это правильно. Почему? Потому что не всем дано пользоваться информацией. Многие ее все равно не воспринимают. А большинство, не большинство, ну некоторых будем так говорить, не хочу большинство обидеть. А некоторых волнует, почему у меня седая борода, почему редкая, почему я поправился после Нового года. Почему мне изменился голос. Короче, они живут моей жизнью. Блин, я им так благодарен тоже. Люди жертвуют собственной жизнью для того, чтобы жить моей. Ну как их можно не любить? Я их просто обожаю. Но они же ничего не берут для себя. Ну вот что, парадокс. Они не ловят эту информацию. Вообще люди склонны там. Слышал звон, да не знаете, он нафига напрягаться. Ну так устроен человек. Ну вот вы мне скажите, кто из вас балдел учиться просто, вот знаете, на летних каникулах, когда учили в школе, мечтал пойти в школу и начать учиться без каникул, без образа. Все время развиваться, учиться, читать, там математику считать, химический факт. Нет, не хотели, нет. Когда были детьми, не, не хотели. Так а что изменилось, когда человек взрослый, он тоже не хочет обучаться. Ему, блин, легче канал 100-500 посмотреть, попукать, побегать, пивка попить, посмотреть юмористическую программу. Ну что ж там, расслабиться. А некоторые вообще не напрягаются. Так устроен человек. Поэтому, как бы, социум иногда, там, со стороны фильмов и всего остального ведет к тому, что большинство живут, ну вот тут я скажу, большинство живут чужой жизнью, но не своей. Поэтому их интересует, кто как выглядит, сколько лет, сколько детей, сколько зарабатываешь. Заматываешь, считай чужие деньги, но не свои. А на своих, что подсчет денег уже энергии-то не хватает. Ладно, я ушел от темы. Итак, предсказатель. Так вот, хорошо, когда предсказатель сказал какую-то позитивную форму, в которую вы поверили и пошли. А редко, когда к серьезным, скажем так, предсказателям, которые считывают уровень судьбы, вселенной, будем говорить так, вашего рюкзака, вы прислушиваетесь. А не прислушиваетесь по одной простой причине. Потому что это моторошно. Это тягостно. Это сложно. Человек хочет верить то, что он хочет верить. А в основном люди верят в то, что видят. Для них же важно то, что видно, а не то, что не видно. А я всегда говорил наоборот. Важно то, что не видно. Ибо то, что видно, и так можно сделать анализ. Для людей, которые говорят, я верю в то, что вижу, а то, что не вижу, этого нет. Я люблю отвечать так. Подойдите к зеркалу, посмотрите внимательно в зеркало. Вы себя видите? Кажете. Да, я вижу. Значит, вы есть, да? Да. А мозг вы свой видите? Нет, не видите. Значит, его нет. Ладно, это отступление. У меня хорошее настроение. К чему это я? К тому, что у каждого из нас за плечами есть свой рюкзак. Рюкзак обид, рюкзак долгов. И вот некоторые предсказатели считывают, что политиком этому не стать, этому хирургам не стать. Это зря потраченное время. Ну, человек-то хочет, говорит, я же бабло уплатил, я же буду учить учебники. Вот такие предсказатели мне нравятся. Ну, про шаромых, которые зарабатывают на этом деньги я уже сказал. Это лица, которые хотят казаться предсказательными. Это даже не шарлатаны, это мошенники. А про предсказатели, которые, ну, гадалок, которые считывают уровень желания я сказал. Что я забыл? Что я забыл? Часто еще возникающий вопрос, это карты Таро. А, говорит, какие карты Таро лучшие? Вообще вопрос не ко мне, потому что я не делаю расклады ни на картах Таро, ни на гадальник. Но я лично считаю, что карта Таро только одна колода. Это Таро Уэйта, это родоначальник тот, который ее придумал. Все остальное это разновидности. Знаете, это как разновидность игральных карт, там, 54, там, 36, но они все равно остаются игральными. Почему разные картинки? Разные картинки это разные ключи, это разная визуализация того мастера, которые с этими картами работают. Просто на одних картинках один видит одно, другие картинки, допустим, заточены, к примеру, чтобы просматривать сущность и порчу, да. А другие картинки, там, 8, вот Таро 78 дверей, да, какие двери открывать. Цыганская Таро, там, их очень много, кстати, цыганская Таро, там, 80, карта, не 78. А, там, там, там не только Джокер есть, вернее, ой, Джокер, там, не только Дурак есть. Ну и, честно говоря, вот, интерпретация у многих по-другому идет. Вот, 15-й аркан, это дьявол, да, все говорят, ооо, все, это начало новой жизни, это перерождение. Ну, интерпретация у каждого своя, разная. У меня есть круг, предсказатель, это не я. Это откровенно, я вам честно скажу. И есть предсказатели, с которыми я работаю. И есть тогда, когда мне заказывают диагностику, к примеру, просмотреть по фантому человека и так далее и тому подобное. Я смотрю, ну, идет информация из ряда вон, выходящая. И, ну, как бы, надо перепроверить, знаете, может, фантом не тот пришел, может, принес не ту информацию. Я, да, действительно, это честно. Я иногда обращаюсь к некоторым предсказателям, с которыми я работаю. Это есть у меня пару барышень хороших, которых я считаю, которые не считывают желания, а работают более направленно, связанно с судьбой. Это честно. Но такие прогнозы, как я уже сказал, часто не нравятся. Почему? Потому что, ну, девочка хочет, там, допустим, мальчика, она же так любит его, так любит. Я так люблю этого Сереженька, так люблю этого Сереженька. Я говорю, блин, ну не будет он твоим, этот Сереженька, хоть ты тресни, не будет. У вас разное слияние энергетик, у вас разные фантомы, у вас и так далее и тому подобное. Я перепроверяю у предсказателя, у Таролова, с которым я работаю, она говорит то же самое, подтверждает мои слова. Девочке не нравится. Ну, проходит, правда, пару лет, она потом говорит, вы говорили правду. Ну, то уже такое. То второстепенно. Поэтому, ребята, я честно вам скажу, я люблю строить собственную жизнь так, сам. Находить свои пути, поворачивать на перекрестке в нужную для меня сторону. А якулье уже повернул в ту сторону, уже простраивать эту ситуацию, чтобы она была выгодной для меня. Чтобы она была успешной, удачной и так далее и тому подобное. И, ребят, я вам честно скажу, это получается. Стоит обучаться этому, оплачивать за это. И это классно. Это классно, когда ты не прибегаешь к каким-то астрологам, гадателям и всем остальным. Чего, в принципе, и вам желаю. Искренне желаю вам всего самого лучшего. Спасибо вам успехов. Не прибегайте к никаким гадаткам, предсказателям. А быть сильными в жизни и строить свою собственную жизнь и судьбу так, чтобы все у вас получилось. С вами был Виктор. До новых встреч. До новых встреч. Ты еще не подписался на мои видео? Напрасно. Дальше будет интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова